Доброе утро всем! Сегодня у нас Николай Владимирович Хомутов расскажет о состоянии дел в эксперименте МЕГ-2 по поиску распада меона. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я расскажу о текущем состоянии дела в эксперименте МЕГ-2, который является продолжением эксперимента МЕГ. Тут уже неоднократно про него рассказывали, в частности, вот Александр Колесников примерно год назад рассказывал. Так что я думаю, что мой доклад будет достаточно кратким. Главное, я расскажу, что именно сейчас происходит и какие перспективы. Так, вот здесь сейчас, тут внизу, это текущий авторский коллектив от Леопа. Но, к сожалению, Владимира Анатольевича Баранова уже с нами нет. Он скончался примерно год назад. Но он уже в МЕГ-2 участвовал. А предшественником МЕГ-2 был эксперимент МЕГ-1, в котором, ну, точнее, он назывался просто МЕГ. Теперь уже можно МЕГ-1 называть. В котором был достигнут рекорд по ограничению на вероятность распада меогамма. 4,2 на 10 минус 13. Ну, вот на этом графике тут показана история поисков процессов, в которых нарушается сохранение электронного числа. И самый последний рекордный результат – это именно МЕГ для МЕГ-1. здесь вы видите панораму института Пауля Шерера в Свейцарии, где этот эксперимент проводится. Институт там довольно большой, хотя он тут выглядит компактно. Вот, собственно, тот ускоритель, на котором проводятся эксперименты с МЕОНами, он находится вот в этом вот здании, которое посредине как раз, с серебристой крышей. А круглое здание – это совсем другой ускоритель, это так называемый Swiss Light Source. Это электронный ускоритель, в основном там синхротронное излучение используют от электронов, в основном для прикладных целей. Как-то он нажимается плохо. Или куда? А, сюда. Куда его наводить-то надо? А, нет, это понятно. Можете сюда, туда, без разницы. То есть, без разницы, что-то не хотело. Так, а, вот сейчас пошло. Значит, в PSI имеется самый интенсивный в мире ускоритель протонов. Энергия у него там не очень большая, примерно как у нас в первом корпусе, 590 мр. Но для наших целей, для поиска редких и запрещенных распадов, энергия, в общем-то, не нужна, потому что распады, они уже для остановленных частиц изучаются. Вот, у него, значит, мощность примерно в мегаваттах 1,4 мегаватта, а ток там сейчас достигает более чем 2 миллиампера. То есть, там уже даже никто не меряет, сколько там штук протонов, меряют уже просто в миллиамперах. Вот это вот экспериментальный хул. Как раз в середине там располагается установка МЕК. Вот, и туда выводится так называемый пучок ПИЕ5 линия. И там интенсивность этого пучка тоже рекордная. То есть, она составляет несколько единиц на 10 в седьмой положительных миллионов в секунду. Так, ну что ж такое, что-то, ну как опять. А, нет, вот пошло. Сюда надо, видимо. Так, это, значит, схема установки МЕК-2. Установка МЕК-2, она была существенно модернизирована по сравнению с оригинальной установкой МЕК. Значит, в ходе модернизации была сделана совершенно новая дрейфовая камера другого типа, потому что в оригинальном МЕКе там камера была из плоских сегментов, из набора. А здесь камера в едином объеме, и проволочки сделаны из алюминия, и посеребленного, и натянуты под углом, чтобы можно было все три координаты определять. И девять слоев этих проволочек. Ну, про камеру подробно тут уже рассказывали назад. В середине находится пластиковая мишень. Чем хорош этот процесс для регистрации, что у него очень четкая сигнатура. Так, где-то тут у нас было нарисовано. Вот. То есть вылетают две частицы. Одна это гамма-квант, другая это позитрон. Они вылетают в строго противоположных направлениях и имеют одинаковую энергию, равную половине массы МЕОНа. Потому что МЕОН мы исследуем тот, который остановился в мишени и после этого распался. Но вот как раз те, которые на лету там распадаются, они могут давать фон. Так. Значит, основной частью детектора является калориметр на основе жидкого ксенона. Там 900 литров жидкого ксенона. Это самый большой в мире калориметр из жидкого ксенона. Часть этого ксенона, она была в свое время поставлена у ИЯ. Так что тут есть большой материальный вклад в эту установку. То есть ксенон как был в оригинальном МЕГе, так он там весь остался в усовершенствованной версии. Также был установлен новый временной счетчик, который состоит, вот он желтым тут показан, из набора так называемых пикселей, из пластин, сенсилирующих временными фотоумножителями. И он нужен для того, чтобы максимально точно измерять время регистрации гамма-кванта электронно, потому что, чтобы быть уверены, что они происходят из одного распада, нужно очень точно, нужно, чтобы они по времени не совпадали. Но он позволяет время измерять где-то с точностью порядка десятков пикосекунд. Вот еще один счетчик тут, это так называемый радиатив дикой каунтер. Он нужен для того, чтобы бороться с фоном от радиационного распада миона, который не такой частый, но у нас куда более редкий процесс изучается, поэтому от него могут образовываться гамма-кванты, которые могут совпасть с еще каким-то электроном от другого распада. Поэтому этот счетчик тоже полезен. Но это достаточно новая часть установки. В 2021 году на установке МЕГ-2 был проведен первый инженерный сеанс, во время которого была испытана вся установка с полным комплектом читывающей электроники и также набрано некоторое количество физических данных. Да, я забыл сказать, что абсолютно вся электроника полностью заменена, причем специально был разработан новый стандарт электроники, но он, наверное, может использоваться не только в МЕГе. Так называемый WaveDream. Всего разработал выдающийся наш коллега из PSI, Штефан Рид. Он же в свое время разработал Digitizer на основе так называемого домино-чипа, который сокращенно называется DRS-4, его последняя версия. И вот как раз в этой электронике используются эти Digitizer, для них специальная плата разработана, и все сигналы со всех детекторов, они оцифровываются именно к Digitizer. Это, конечно, с одной стороны, дает много информации, но очень осложняет и набор данных, потому что их очень много получается, то есть петабайты ожидается в перспективе. И, конечно, обработка тоже требует очень больших вычислительных мощностей. Можно вопрос пока, может, далеко еще не ушли? Вы на одном из предыдущих слайдов сказали, что в PSI ускоритель самый мощный... Ну, самый интенсивный протонный пучок по интенсивности. А тогда... Мощность там ее по-разному считает. Это просто иногда вот в мегаваттах пишут, я это просто скопировал на мегаваттах. Ну, то есть тогда получается как бы в единицу времени количество меонов, которое будет рождаться, оно должно тоже быть самым большим в мире. Да, да, но это я тоже сказал. Да, а тогда просто у меня немножко не укладцево говорили, на чем основано то, что там Комет и другие хотят еще ниже опуститься. У них что будет лучше? Ниже чего? Ну, по чувствительности, чем мег. Нет, так у них другой процесс, другие расчеты немножко, когда чувствительность получается. Ну вот, можно вернуться на слайд, где у вас результаты показаны? Так, какой? А, ну это результат первого мега, да. Да. Ну, то есть вот у нас есть мег 2, там 4 на 10 минус 13, и вот Комет, мютуе, это уже там 10 минус 17 они хотят. К тому же процессу, да? Нет. А, стоп-стоп-стоп-стоп. Там же не тот процесс, там же... Тут вон есть мютре написан. На этой схеме. Ну, тоже мютуе же. Там, там, мютуе, это конверсия. Да. Это же не распад. Ну, по большому счету, физика там должна быть та же самая, но... То есть, вроде, определяться же это должно быть все тем же количеством изначальных мионов? Нет, ну там, я, к сожалению, не теоретик, но там, конечно, это пропорционально этому количеству мионов, но формулы там другие. Сколько я помню, процессы миоконверсии и миограмма, хотя ограничения у 1,10 минус 17, у 2,10 минус 15, для физики ограничения получаются равноценными, одинаковыми. Просто из разных процессов там по-разному делаются выводы. Так, вот где-то нарисовано сейчас, сейчас пролистаю. Так. Ну, вот здесь нарисовано. То есть, он импульсный, в общем-то. Квази-постоянный. Ну, хорошо, давайте, наверное, дальше-то, да. Так. Ага, это вот у меня тут перечислен вклад у Яй в МЕГ-2. Ну, жидкий ксенон я уже упомянул, он еще с МЕГ, с оригинального МЕГа остался. Вот, потом уже в МЕГ-2 наши коллеги Колесников и Малышев участвовали в возглавлении и наладке дрейфовой камеры. Там сначала в Италию Колесников ездил, потом они в PSI тоже долго были, потому что они несущественный вклад внесли. Также они участвовали в монтаже новой электроники, там была большая работа по сборке монтажевых крейтов. Вот, кроме этого ведутся разработки веб-интерфейса для контроля электроники. Этим вот непосредственно я занимаюсь. В общем, эта работа еще не окончена. Некий вариант был коллегам в PSI передан, и они, в общем, это несколько переработали и успешно использовали в сеансе. Также Виктор Крылов у нас разрабатывает Event Display, но он тоже про него тут докладывал. Там возникли некоторые сложности, в основном связанные с тем, что тут в последнее время, вы сами знаете, с поездками были проблемы, а там люди очень загружены. В общем, в идеале надо было бы, конечно, туда ехать и с ними плотно взаимодействовать, чтобы это довести до ума, этот дисплей. Вот также мы используем компьютерный кластер-ляп, в основном для моделирования, то есть наши коллеги из PSI установили туда весь набор программ для моделирования, он очень большой, и регулярно там какое-то моделирование проводят. Кроме этого, мы сейчас пробуем организовать обработку уже на центральном кластере в ЛИТе, тоже обработка космонитальных данных, но пока это еще только в самом начале, пока еще разбираемся, насколько быстро данные сюда можно передавать. Еще пока не совсем ясно, но надеемся, что это удастся. Теперь про участие в последнем сеансе. Я уже сказал, что в 2021 году был инженерный сеанс, там тоже мы участвовали, но тоже удаленно. А во второй половине прошлого года прошел первый полугодовой уже физический сеанс набора экспериментальных данных при интенсивности пучка меонов до 5 на 10 в седьмой в секунду. Причем там разную интенсивность делали, сначала 2 на 10 в седьмой, потом 3 на 10 в седьмой, смотрели, как себя аппаратура будет вести, потом 5 на 10 в седьмой. В общем, все достаточно хорошо работало. Причем сеансы сначала проводились частично на месте, там человек был, второй дежурный был удален, а в конце концов они перешли на такую систему, что там 2 сеанса из 3 в сутках были полностью удаленные. То есть настолько уже все надежно стало работать. Больше всего опасения были по поводу дрейфовой камеры. Ну, про нее тут уже рассказывали, но в общем дрейфовая камера с алюминиевыми проволочками это вещь достаточно необычная, достаточно, но для этого эксперимент полностью новая. В других экспериментах-то такие были. И там сначала были проблемы с обрывами проволочек, потом были проблемы с высокими токами. После долгих мучений удалось все-таки ее довести до ума. И вот она работала весьма хорошо. Тут вот, значит, но это очень предварительная оценка разрешения камеры пространственного. Но это по данным, которые были набраны еще в инженерном сеансе. Ну, то есть видно, что, в общем, соответствует ожиданиям. Ну, также итоги вели себя достаточно хорошо. И что самое главное, ни одна проволочка за этот вот сеанс прошлогодний не порвалась. Была там пара замыканий в платах электроники, но это существенно проще подчинить, чем разбирать камеру, поскольку там все проволочки в одном объеме. Это очень сложная задача. Потом надо эксперимент останавливать. Для каждой проволочки порванной придумывали специальный какой-то инструмент, чтобы ее извлечь. Но поскольку уверенности в том, что эта существующая камера долго проживет, в общем-то, не было, то начали изготавливать... Так, где у нас? Да, вот здесь. Начали изготавливать новую версию камеры. Главное отличие там в том, что там алюминий из более толстых проволок, потому что в оригинальной камере там были проволоки анодные по 40 микрон и катоны по 50. Тут решили сделать все по 50, то есть они будут прочнее и без серебряного покрытия. Благодаря этому там не будут происходить всякие процессы коррозии. Сколько два разных металла, и если бы попадала малейшая влага, там вообще была гипотеза, что кто-то там чихнул неудачно, из-за этого проволоки начали рваться в конце концов. Также удалось разработать оригинальную гибридную технологию закрепления проволочек. Там и пайка используется, и проводящий клей. Проблема как раз с алюминием в том, что его так просто не припаяешь, как другие металлы. Но это тоже удалось решить. Вот камера сейчас активно изготавливается и должна быть полностью готова в мае следующего года. То есть, ну да, это следующий год. То есть в этом году будет сеанс где-то примерно с начала лета. Ну, как обычно, до Рождества. Ну и в следующем году, скорее всего, тоже будет. Уже, наверное, с новой камерой. Вот, значит, тут у меня что-то я... А, где у меня... А, это раньше сейчас... Ну... А. Вот, значит, сейчас проводится обработка данных, набранных в 2022 году, и также в время инженерного сеанса. И ожидается, что удастся улучшить результат первого этапа МЕК примерно в два раза. То есть это можно будет уже публиковать как физический результат. Но это примерно будет где-то в самом конце года. Вот. Ну, а за три года... Пока планируется три года. А там видно будет, может быть, и удастся больше продлить эксперимент. То есть планируется улучшить существующий эксперимент почти на порядок. Примерно до 5-6 на 10-14. Ну, а мы, конечно, планируем в следующих сеансах активно участвовать и продолжать участие и в разработке софтвера, и, может быть, в обработке. По меньшей мере, стараемся здесь организовать какую-то обработку в лидии. Ну, вот, собственно, у меня все в основном. То есть главный вывод такой, что несмотря на большие опасения, которые были в основном из-за камеры, что эксперимента вообще может не быть, может не состояться, на самом деле все очень хорошо работает. Электронику тоже новую наладили. Но тоже было очень непросто, потому что она абсолютно новая. Но тоже, в конце концов, отлично работает. Так что есть очень хорошие перспективы. Большое спасибо, Николай Владимирович. Поблагодарим докладчикам. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Спасибо за доклад. Я прошу прощения, если вдруг прослушал. А в чем принципиальная причина использования алюминия для проволочек в дефевых камерах? Ну, главная причина – это малое количество вещества. То есть тут желательно, чтобы вообще никакого вещества не было. Это обычное дело для таких процессов. Потому что рассеяние все сбивает. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Зуми. Вы там следите, да, за ними? А вот у вас на одном из первых слайдов была схема установки и место, где мионы останавливаются. Как выглядит этот детектор, останавливающий мионы? Это не детектор, это мишень. Мишень, она пластиковая, и она еще сделана там вот так вот наклонена. Да, тут как-то она нарисована на этой картинке, не очень понятно, что-то такое красненькое. Но она такая вот пластина эллиптической формы. А, вот я еще о чем не сказал, это тоже новое совершенствование. Там стоит специальная камера, которая отслеживает позицию мишени. Потому что очень важно мерить очень точно все координаты, вообще всего, что там в установке происходит. А мишень может сдвигаться, во-первых, там что-то собирает, разбирает, такие вибрации, температурные изменения. Пластик тоже где-то может деформироваться. Ну, то есть сама мишень – это пластинка пластиковая, да? Да, пластинка из пластика. Там нанесены поэтому реперные точки специальные, их постоянно специальная телекамера, сейчас даже две сделали с двух сторон, фотографирует, ну, там, скажем, раз в минуту. И это все записывается вместе с севернитальными данными. А следится ли за тем, что какое-то количество меонов проходит насквозь, не останавливается там? Или это исключено из кинематики? В смысле? Ну, сквозь мишень. Может пройти меон? Нет, ну, что-то может. Нет, ну, тут, во-первых, же тут магнитное поле еще есть. Я про него совсем забыл сказать. Тут написано, это сверхпроводящий магнит с градиентным полем, который так закручивает, что независимо от того, под каким углом позитрон вылетает, все равно он весь остается в детекторе. Ну, еще вот специально для этого, для того, чтобы то, что пролетело, вот в частности гамма-кванты от радиационного распада, вот эти новые детекторы, родите в дикой-каунтер, еще с другого конца тоже скоро будет. Вот его еще не сделали, там пытаются наладить, но пока еще не совсем получается. Поэтому я про него не рассказывал. Кинетическая энергия у меонов-то какая, которая прилетает туда? У меонов? Нет, они, а, ну, они потом в конце концов устанавливаются, эти энергии сейчас скажут, тут у меня было где-то написано, вот 28F. 28F, да. Вот эти 28F, чем они тормозятся? Вот этой мишенью? Мишенью, конечно. То есть она довольно толстая получается? Ну, достаточно, да, достаточно, чтобы затормозить. То есть там, если, грубо говоря, 2 мева, да, то это 14 сантиметров, да, где-то так? Ну, да, это 28F. Не энергия, а энергия гораздо меньше получается. Энергия меньше, да. 28 в квадрате на 200, да? То есть, а вот всякие там вторичные взаимодействия меона, когда он в этой тормозе, в этом мишени может тоже излучить гомоклант, выбить электрон, вот такие вот. Ну, это все моделируется, то есть всякие побочные процессы, есть какая-то вероятность, что они дадут какой-то вклад. Но это основной вклад, я так понимаю, от совпадений происходит. То есть гамма-кванты, скажем, от конверсии позитрона, который всегда там при обычном распаде меона есть, то есть там гамма-кванты неизбежно образуются, ну и позитрон тоже от другого распада. Они могут совпасть. Ну да. Чем больше интенсивность, тем больше вероятность совпадений. Поэтому тут палка о двух концах. Хочется повысить интенсивность, чтобы, ну это, в общем-то, во многих экспериментах. Для того, чтобы побольше статистику набрать, а повысишь, совпадения растут резко. Что здесь все-таки определяет тогда чувствительность к времени распада систематика или статистика? Да и то, и другое влияет. Ну у вас нет таблички, где бы разные источники ошибок были показаны? Нет, такой у меня нет, к сожалению. Ну понятно, ладно. Еще Владимир Викторович. Может я пропустил, вот насчет новой камеры, да? То есть ее планируется все-таки использовать в эксперименте или... Нет, ну она активно делается, конечно, планируется. Или это как запасной вариант, если вот... Ну я думаю, что сейчас решение никто окончательного не принимал, потому что вот существующая камера, она будет работать в этом году на сеансе, это уже ясно. Ну планы как бы были вот на несколько лет, да? Ну да, но то есть в любом случае новую камеру сделают еще к следующему сеансу, который будет через год, то есть уже в 2024 году. И тогда, наверное, решение примут, заменять или не заменять. Ну да, да, есть там порванные проволочки, которые там отключены в результате. Ну еще тогда, вот а планы по участию, да, вот ближайшие как бы ваши группы? Ну планы по участию, то, что очевидно, это в сеансах участвовать, ну так же удаленно, видимо, но если будет возможность там поехать в каком-то количестве на какое-то время, то, конечно, полезно и съездить, посмотреть. Ну а с точки зрения обработки? Нет, с точки зрения обработки, вот сейчас как раз это проясняем. То есть мы получили как бы добро в литии на использование ресурса, но просто там люди во время сеанса были страшно заняты, там одни и те же люди делают там самые разные вещи по софту, поэтому в общем-то… А сейчас вот мы это займемся вплотную. А то, что ляповский кластер, да, был… А, ляповский кластер, он используется, но в основном для моделирования, там все-таки мощности поменьше существенно. Спасибо. А для обработки там нужны совсем большие мощности. Ну вот у меня есть такой формальный, но все-таки с уклоном в физику вопрос. Но сначала предвопрос. Этот семинар, это вы просто хотите поделиться с нами знаниями или это там… Нет, я хочу поделиться ситуацией, потому что, как я уже сказал, это неоднократно рассказывалось, и у многих, возможно, кто не за всем следил и не знал последних новостей, сложилось впечатление, что вот камера не работает, проволочки рвутся и, в общем, непонятно, будет ли толком из этого МИГ-2. Ну то есть вы все-таки хотите этим семинаром составить некую основу для продления этого или подачи… Да, ну у нас оно сейчас, насколько я знаю, как активность. Активность, да. Да, Владимир Викторович. Ну вот, у меня вопрос такой, вот если посмотреть на это с точки зрения… Действительно, вот сейчас мы будем уже там через две недели начинаем снова заслушивать все проекты для новой семилетки. Наверное, там ваш проект… А, это на перспективу, да. Да, так или иначе там будет звучать. Вот в этой связи, вот смотрите, я что пока хотел бы для себя уточнить. То есть вот этот проект МИГ, КОМИТ, МИТУЕ, да, у них у всех как бы в сердцевине главная задача – это увидеть отклонение от стандартной модели. То есть МИГ, КОМИТУЕ невозможен, значит, вот мы хотим его увидеть. Там разные процессы, там в КОМИТе они будут использовать когеретное рассеяние на ядре, у вас просто превращение, значит, в электрон плюс гамма. Вот, но в конечном итоге главным является то, что вот есть, там, не знаю, какой-то процесс гипотетический, который приводит к распаду МИОНА нестандартному, не из стандартной модели. Вот, в этой связи я хотел бы для себя прояснить, если есть такая возможность, может не сейчас, а там через некоторое время, вот для этой фундаментальной величины как относятся друг к другу МИГ-2, КОМИТ и остальное. Потому что если сейчас мы глядим на эти графики, воспринимаем их вот всерьез, то выглядит так, что, ну, МИГ-2 хороший результат получил, но кажется, что КОМИТ его сейчас там на три порядка сделает лучше. Поэтому возникает вопрос, как бы, а зачем нам тогда заниматься в одной лаборатории двумя проектами, назначенными, направленными на одну физику, но в тысячу раз с разной части. Насчет того, что там одна физика, я не уверен, потому что она одна в том смысле, что она нестандартная. Ну, скажите тогда, какая, то есть нужны четкие ответы на эти вопросы. Я согласен, но это надо, я, к сожалению, не теоретик, поэтому надо это изучать. Да, я говорю, это я сейчас не для того, чтобы вас там поставить в неудобное положение. Я понимаю, нет, вопрос очень правильный вопрос, очень правильный. И сформулируйте тогда четко ответ по сравнению с КОМИТом, потому что я для себя не знаю для него. Нет, это вы очень правы, я обязательно с этим поразбираюсь, но сейчас не могу ответить. Потому что может оказаться, что, скажем, одна теория, не обязательно, что какая-то экзотическая теория, которая предсказывает это нарушение сохранения электронных числа, что она будет предсказывать именно оба этих процесса. Не, ради бога, просто вот дайте четкий ответ когда-то и все, будет хорошо. Я уже жду минут 10, кстати, Дим, может быть, это не самый лучший вариант, когда заблокированы все микрофоны. А, ты знаешь, лучше будет, если ты сюда в зал будешь приходить. Не могу. А что такое? У меня уже полсо вечера. Что? Я в командировке. А, в командировке. Я понял. Так. Да ладно. Так, у меня вопрос к... Коля, я раньше не обращал внимания, то, что у тебя 28 МФ на С. А 28 МФ на С это фактически поверхностные мионы. Да, они и есть поверхностные мионы. А зачем вам нужны поверхностные мионы, если у вас мишень пластиковая? То есть поверхностные мионы 100% поляризация. А у вас поляризация не сохраняется. То есть смысл в чем тогда именно в этом? Нет, насколько я знаю, на Меге там изучались также... Ну, это качество байпродакта и зависимость от поляризации тоже. Нет, ну, дело в том, что когда у тебя пластиковая мишень, у тебя поляризация не сохраняется. Поэтому там уже говорить о поляризации бессмысленно. То есть там знать не будете, какой уровень поляризации. Ну, в общем, для этого процесса, сколько я понимаю, поляризация – это вещь не принципиальная. То есть она есть, но пускай есть. Вот поэтому, да, скорее всего, да. Поэтому вопрос, в этом случае 28 МФ на Ц – это оптимальная интенсивность или с чем связанная? Ну, я думаю, что это какой-то стандарт у них. Ну, это подбирали. Я думаю, что, скорее всего, канал настроен на поверхностные мионы, наверное. Ну, да, да, канал, канал. И вы просто встали в этот канал, поэтому вы используете то, что есть. Я думаю, что да. Ну, там какие-то мелкие настройки есть, конечно, для каждого эксперимента. Но основной канал, ну, на нескольких экспериментах. А можно для тех, кто не в танке? А что такое поверхностный мион? Поверхностный мион – это мион, который образуется в мишени. Когда пион останавливается, образуется пион в мишени, он распадается буквально на поверхности этого материала, в мишени. И мион вылетает оттуда со 100% поляризацией. Когда выходит из глубины, поверхность – это где-то, ну, микрон 10-15-ая поверхность. А если из глубины, то за счет рассеяния уже он теряет поляризацию, уже там получается поляризация меньше. Поэтому, когда я работаю с поляризованными пучками, то есть с мионами, здесь получается, отбирается именно такой диапазон довольно узкий. То же самое у нас было в эксперименте Твист, в Триумфе, когда мы делаем в начале 2000-х годов. Там как раз были поляризованные мишени, вот именно в таком варианте. И останавливались в центре мишени. И мишень была у нас там алюминий, чистый алюминий и серебро. А начинали первое, вначале с пластика, там поляризация сохранялась. Поэтому, когда уже дошли до поляризованных и поляризационных изменений, там уже, естественно, использовали алюминий и серебро. Спасибо. То есть протон ударяется в мишень, рождаются там пионы. И в распадах пионов, если они близко к поверхности, то мионы будут поляризованы. Правильно я понял? Да. То есть, когда они без рассеяния, фактически этот пион распадается в покое, он вылетает, фактически без рассеяния, у него получается 100% поляризация. Но так как там 10-15 метров, понятно, что поляризация частично теряется, но у нас все равно близко к 100%. Понятно. То есть пион в покое распадается на нейтрино и мион. Поскольку нейтрино поляризованное, то и мион обязан быть поляризованным. Они могут разлетаться в разные стороны, но если мион летит к нам, то он будет поляризован. Да. Но то, что он захватывается в канал, он до обмешения сохраняет свою поляризацию. А обмешение, соответственно, если это в металле будет, то он будет сохранять довольно долго поляризацию. Если он в пластике, то он быстро потеряет поляризацию. А мы разве здесь вообще поляризацию обсуждали? Нет. Здесь нет. Ну, если бы это был процесс, который редко, но регистрируется, тогда имело бы смысл выяснять, как от поляризации он там зависит. Нет, ну, кстати, это вот интересное... Поскольку самого процесса-то нет, то если бы, скажем, 100 штук бы их увидели, этих распадов, тогда можно было бы изучать. Нет, это очень интересное замечание. Потому что если действительно мион заходит в мишень поляризованным, то тогда и электрон, и гамма-квант, их угловое распределение будет связаться с этой поляризацией. И, может быть, это гипотетически, например, они при какой-то поляризации вообще не будут попадать в детектор, хотя такие распады есть. Ну, это вряд ли. Потому что там же очень мощный магнит, и он все равно закрутит. Нет, это вот, на самом деле, вот то, что в Твисте мы делали, это измерение параметров Мишеля, это стандартный распад. Там действительно поляризация играет роль, то есть в зависимости от поляризации, у тебя, получается, большая часть позитронов вылетает в одну сторону. Ну, да, ну, смотрите. То есть в системе покоя... Здесь покоя тоже может быть. Да, мне кажется, это интересная идея. В системе покоя миона, допустим, спин его смотрит по направлению движения, из исходной мишени, то есть это, значит, по вашему каналу идет. Спин смотрит туда. Он распадается на гамма-квант и позитрон. Значит, гамма-квант и его спин тоже должен смотреть в ту же сторону, а позитрон обратно, чтобы в итоге спин стал единичкой минус 1, 2, 1, 2. И тогда, значит, у них фактически только одна возможность вылетать, это вдоль вот этой же трубы. А на картинке вы показываете, что вы ищете там поперечный вылет. Ну, то есть, в принципе, это вот может оказаться... Не, ну он вдоль не улетит, потому что в магнитном поле его магнит завернет. Если он сначала полетит... Нет, фотон-то уже завернет. Фотон-то уже полетел вдоль трубы. Ну, если уж совсем в точности вдоль. Да. Ну, то есть, вот, можете вернуться... Вот, дайте мне сейчас... Вот то, что Дима сказал. Если в ми-е-гамма тоже есть такая же зависимость, скажем, распада, есть асимметрия, то, в принципе, может быть... Ну, я думаю, что там народ, наверное, все это оценивал, наверное, все это рассчитывалось, что, скорее всего, это учитывается, наверное, когда считается эффективность и прочая вещь, потому что иначе, если не учитывается, то можно фактически сделать, получить смещенную оценку. То есть, фактически, у вас будет гораздо меньше событий попадать в детектор, чем вы предполагаете в первонамерном распределении, скажем. Да, да. Но я думаю, что... Наверное, это все рассчитывается, но хотелось бы действительно вот тоже это... как-то подобразоваться. Хорошо, я тоже это подключаю. Но здесь плюс то, что все-таки пластиковая мишень, поэтому думаю, что поляризация теряется довольно быстро. И сейчас не могу сказать точно, какие цифры, за сколько там, за микросекунду... А, так вот, вот ты ответил на свой вопрос, зачем они ее делают, чтобы как раз избавиться от поляризации. Нет, возможно, да. Но вопрос, насколько быстро это все происходит, я сейчас не помню цифры, за сколько, как быстро теряется поляризация. Сейчас, сейчас, подожди. Микрофон можно, если не слышно? Это учитывается, потому что колориметр-то не окружает полностью установку, правильно? Он по углу только там составляет одну треть или, не знаю, одну четверть. Поскольку там третий закрученный, они гарантированно туда попадают. То есть, поэтому он, по идее, должен быть расположен оптимальным образом для наибольшего акцептанса, правильно? Нет, у меня вопрос такой, то, что Дима говорил, то, что я говорю. Скажем, если у тебя есть асимметрия, что у тебя летит в основном в одну сторону, вперед летит, да, по пучку. У тебя тогда вообще ничего не будет попадать в мешель. То есть, ты будешь считать, что у тебя вообще таких процессов нет. Можете эту картинку еще раз со спиралькой показать? Ну да, то есть, вот если за счет сохранения вот этого орбитального момента, это если, да, это важно, если действительно в распаде миона, вот у миона направление вдоль его белой траектории, и в распаде миона электронный гамма-квант обязаны будут вылетать вдоль этой линии, то тогда они, как бы, в детектор попадут с гораздо меньшей вероятностью, чем если бы они там по физике вылетали перпендикулярно. Но там достаточно хитрое градиентное поле в магните, оно не постоянное вдоль. Так если гамма-квант вылетел вдоль, его уже полем не завернешь. Ну да, если гамма-квант вылетел совсем вдоль. Да. Нет, Коль, у тебя получается так, все мишелевские электроны не должны попадать в калориметр, и в камерные они должны попадать, которые мишелевские обычно распады. А спина если сохраняется, если не успел. Все два мыла на С. Правильно? Ну там толстые-то не нужно. Там же очень маленькая энергия, мы же считали, да, с вами. Нет, нет, ну, милон в покое, граничная энергия, вот там где-то у Коли было, все два мыла на С границ. Распад позитрона. Вот. Они, в принципе, не должны попадать в камеру, иначе там все, загрузка будет громадная. Поэтому они должны по спирали уходить куда-то, бим-дамп, куда-то еще, наверное. Спасибо большое, Юр, очень интересное обсуждение в итоге возникло. Еще вопросы есть или комментарии? Из зума нету? Ну вот ты не зря там сидел 10 минут с поднятой рукой, очень хорошо. В итоге поговорили. Так, ну тогда большое спасибо, очень интересно, и желаем вам всем успехов. Спасибо. Спасибо. Поблагодарим докладчику еще раз. Спасибо. Спасибо.